Торжественно друг напротив друга выстроились участники турнира, юные дзюдоисты и организаторы, а также почетные гости соревнований, сотрудники главного управления МВД по Московской области. В своих приветственных словах они вспомнили и героя Советского Союза Александра Балясникова, в памяти которым и был организован турнир. Ему присвоено звание героя Советского Союза за то, что он уничтожил штаб-задежник, выполняя свой интернациональный долг, тяжело раненый, обгоревший, уничтожил этот штаб, за что ему присвоено звание героя Советского Союза, получена звезда героя Советского Союза и организаторы. Соревнования посвятили также и памяти воинов-участников спецоперации на Украине. Как отметил председатель Совета ветеранов МВД по Ленинскому городскому округу Алексей Чучев, юное поколение должно воспитываться на примерах героев. Дзюдо, бокс и другие виды спорта, они закаляют характер у ребенка. Они становятся сильными, верными. И хотелось бы сказать такие слова. Отцовскую школу умения жить я с детства запомнил, ее не забыть. Когда за советом к отцу приходил, всегда мне бывало он говорил, чтобы жизнь своей сын ты достойно прожил, чтобы именем честным всегда дорожил, чтобы в трудное время не сломлен ты был, любовь, честь и дружбу в душе сохранил. И эти вот последние слова, они являются, так сказать, для молодого поколения, я считаю, ориентиром в дальнейшей жизни. В благодарность за поддержку в организации турнира от ГУ МВД по Московской области были награждены директор ДК «Буревестник» Наиля Обзялова и руководитель спортивного клуба «Орленок» Гаджимурад Гаджимурадов. В турнире приняли участие начинающие спортсмены, мальчишки и девчонки 9-11 лет. Но многие из них уже имеют желтые, а кто-то и оранжевые пояса. И эти соревнования помогут победителям продвинуться в спортивном росте. Победы, завоеванные на этих соревнованиях, дадут спортсменам возможность выполнить массовый вид спорта, юношеские разряды. А в дальнейшем, для того, чтобы расти, спортсмену надо набрать 10 побед. Тогда он может получать второвинский разряд и завоевывать, и получать право сдачи экзамена на желтый пояс. Больше 30 ребят вышли в этот день на татаме. Мухаммад Елхарой в свои 11 уже обладатель оранжевого пояса. На борьбу настраивается решительно. Зачем спортсмену соревнования, на твой взгляд? Чтобы выигрывать. Можно проиграть, но надо всегда почти выигрывать. Я выиграю, проиграю, но я не расстраиваюсь. Заглядывая наперед, хочется сказать – воля к победе и в этот раз помогла мальчишке. Все поединки Мухаммад выиграл и занял первое место. Насте Дорогавцевой повезло чуть меньше, и все же боевой настрой и поддержка старшего брата, которую уже сам судит, не сломили духа спортсменки. Думая идти дальше и побеждать, исправлять свои ошибки, чтобы становиться сильнее, учиться на своих ошибках и ошибки не допускать. Продолжать проводить соревнования по разным видам спорта – такая задумка есть у организаторов. Молодое поколение должно вырасти здоровым и сильным. У меня четыре внука и четыре внучки, поэтому вот это гаджеты, компьютеры, да, конечно, бесспорно, их не надо владеть, надо уметь, мы в самолетном мире находимся, но разгружаться нужно людям, и вот эти два-три часа, которые они занимаются спортом, футболом, болибодом или вот зюдо, это, конечно, дает возможность отвлечь эти мозги и хорошо учиться. Вот это цель моя, чтобы наше поколение подходило здоровое, умное, и тогда нам на нашей огромной стороне никаких бед и всяких проблем не будет. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.